Спасибо за ваши вопросы, которые вы задаете И хотел сегодня рубрику посвятить такой теме, как грех алчности Потому что, я думаю, каждый через нас, так или иначе, попадал в такие ситуации, когда тебя использовали И потом, когда получили от тебя все, что хотели, тебя кинули Итак, давайте вернемся в начало А потом я немножко детально по каждому поводу буду говорить Когда человек ушел от Бога, то человеческая сущность, бытие 3 глава, она изменилась И она изменилась в 14 направлениях, которые берут свое начало из 7 смертных грехов И один смертный грех, это грех алчности То есть, человек начал жить не волей Божией, а начал жить для себя, независимо от Бога И в нем проявилась такая тема, тема «Я, мне, мое» И есть тип людей, которые, в принципе, заражены грехом алчности И как это проявляется Проявляется это следующее, что люди приходят в церковь и пытаются сразу же использовать людей для своей цели И очень часто они говорят, ну помогите нам И в принципе, мы, будучи христианами, сосредоточены на помощи человека И я, будучи пастором 19 лет, часто имел разочарование в своей жизни, в сердце Когда я был бизнесменом, я на протяжении 16 лет был бизнесменом, пастором и бизнесменом Кому-то кто-то приходил, помоги устроиться на работу Кто-то говорит, помогите решить те или иные проблемы, касается финансов Может быть, там надо на лекарства деньги Может быть, нужны деньги на кредит, потому что все очень плохо Может быть, у людей всегда есть нужды, из-за чего они обращались И я поначалу, естественно, давал иногда займы и все И я заметил такой момент, что брали займы, потом не отдавали Или попользовались И ты видишь, что им не нужно был Христос, им не нужно было Евангелие Им нужна просто была рука дающего И они так же и к Богу относятся, что Бог им что-то должен, что-то прям должен дать И они ищут руку Вот та же хорошая притча о десяти прокаженных, которые кричали Иисус, исцели нас И только один пришел поблагодарить Иисуса Он в куражах такой говорит В чем суть, не все ли десять получили исцеление Не все ли десять получили ответов Почему ты один вернулся Вот мы должны всегда распознавать этот грех алчности И что я из своей жизни хочу вам посоветовать, чтобы вы для себя поняли Библия говорит, что я никому ничего не должен, кроме что взаимной любви И когда Павел говорил, что я должен и Иллиным, и варварам, и все же И он говорит о том, что мы должны только благословить Любовь, а любовь она проявляется в том, что мы должны дать людям проповедование Потому что самая главная наша задача Это веру сохранить и течение совершить И в этом вопросе нужно быть осмотрительным и внимательным Потому что дьявол приходит, чтобы пожрать наши ресурсы Потому что на проповедь Благой Вести нужны много ресурсов Чтобы пастора отправить на миссионерство, нужны ресурсы Чтобы строить церковь, нужны ресурсы Чтобы развивать новых учеников, нужны ресурсы В общем, чтобы царство Божие развивалось, нужны ресурсы Естественно, у дьявола есть люди, которые могут приходить в виде как христиан Или может быть даже это христиане, но которые еще находятся, не ученики Находятся во владении природы сатаны И они попытаются эти ресурсы с нашей, ну как бы, эти жизни поесть Ну, например, вот расскажу немножко сначала о себе Вот я, допустим, учился очень долго, 19-летний опыт И я понимаю, что тот опыт, который есть у меня как у христианина, как у пастора Он непревзойденно очень сильный И сегодня очень много, допустим, бедных церквей Очень много бедных пасторов Которые где церкви есть там 20, 30, 40 человек И они не могут себе позволить пригласить меня как священника, чтобы оплатить мне дорогу Или дать мне благословение, чтобы я мог приехать и подарить, дать благовестие и научить людей И Павел говорит, хоть вы и сеяли в меня, но я намного больше дал Почему? Потому что Библию учат купи знания И вот когда я езжу на правоповедование Иногда, знаете, бывает, приезжаешь и ты видишь, что церковь действительно Вот я был сейчас на Украине, там один брат принял И церковь небольшая И вот видно, что и сам еще нуждается Но он и не может мне там, ну как бы, ни дорогу не оплатить, ни благословение дать Но он, если уж, ну, пригласил, поживил, ну, дома Дал мне комнату, хорошую комнату, даже свою комнату отдал Пошел на кухню, да, жена сама приготовила еду Но видно, что они так не кушают Они, как бы, действительно постарались максимально дать, ну, благословить, как бы, чтобы еда была вкусная Я, конечно, совсем большим удовольствием послужил им И когда они хотели меня, как бы, везти в ресторан и благословение дать То я, ну, максимально отказался и счет в ресторане оплатил Почему? Потому что я понимаю, что у них и так ничего нету И они делают, как бы, сверх сил Но в той же самой Украине приезжает пастор и советил меня на очень хорошей машине Прямо, он бизнесмен И, как бы, это самое, я тоже послужил, он тоже был в восторге И я понимаю, что он был так, так был благословен, и он просто накормил Ну, просто вот так вот мы покушали, и все, и до свидания Я понимаю, что он, как бы, ну, знаете, шашлыком оделся Купил знания, которые стоят сотни, миллионы тысяч рублей Которые помогают ему, дают ему Но он не ценит эти знания, он говорит, он халява Или, например, есть такие пастора, которые, говорят Ну, один проехался, и мне пастор такой, говорит, дай мне материалы Я говорю, да, пожалуйста, бери, вот Библия, там все материалы Но ты же там учишь, у тебя же есть материалы Я говорю, так я за эти материалы заплатил своей жизнью Почему я должен тебе эти материалы? Ну, я же ученик Христа, ты же ученик Христа Я говорю, пусть Христос тебя и учит Потому что ученики Павла учатся у Павла Ученики Тимофея учатся у Тимофея А если ты, допустим, хочешь, ну, то, что взять всю мою жизнь Весь мой опыт Конечно, я понимаю, что некоторые люди, они Со мной не согласятся и скажут Ну, ты даром получил, даром давай Не бывает ничего даром Вот я сейчас приехал с тренировки И мой тренер, у него спина болит И я ему говорил Он, тренер по боксу Я ему говорю, никогда не бери дураков Ну, как бы, держать на лапах Надо на лапах держать Либо те, которые станут чемпионами Либо те, которые дают тебе деньги А вот просто так подержи на лапах Потому что когда бьют по лапам Это отражается на позвоночник Это отражается на руки И потом это отражается на здоровье Зачем дураков держать на лапу? Пусть либо платят Либо чемпионы Поэтому я действительно В своей жизни, имея разочарование Я сказал, что я вкладываю Либо в учеников Либо, если я чего-то учу Я даю это самое Ну, как бы, это все Как бы, бесплатно И я действительно Делаю в перескоп Бесплатно Я, ну, как бы, мы Проподивосредственно доставляем Пожалуйста, слушайте Смотрите, насаждайтесь Но если вы хотите забрать знания Если вы хотите забрать Чтобы мы поехали Поучились Ну, и просто То я понимаю, что Неправильная мотивация Она не благословится Впоследствии То есть не надо позволять Тратить свою жизнь Ну, позволять людям Расхитить твою жизнь Или когда, знаете Приходили люди У нас в семье проблемы У нас там Там проблемы Тут проблемы И сейчас действительно У меня мало времени Но я заметил Что если человек Не хочет ходить в церковь Если человек Не платит десятину Если человек Не приходит на занятия То зачем мне Тратить свою жизнь на него Если он не уважает Мой труд Ну, зачем Просто так Ну, смысл Я не вижу в это смысл Это как, знаете Это покушают халявщики Вытрутся и пойдут Я был недавно в Бийске И там один бизнесмен Когда я учил Он прямо вот все Вот так вот писал О, все классно Все Я говорю Ты получил благословение? Он говорит Да Я говорю Ну, хотя бы 500 рублей на миссию Ты кидай О, у нас есть своя миссия У нас свое объединение Я промолчал Но больше ему ничего не будут давать Пусть то, что в открытом доступе И идет И я вот и вас призываю Понимаете Самое дорогое Самое ценное Это знание И люди бизнеса Прекрасно понимают это И сегодня Чтобы, допустим Поучиться бизнесу Или еще что-то Люди платят 20, 30, 40 тысяч Чтобы недельные семинары Послушать Но духовные знания Они намного больше Потому что Что толку Если даже Ты приобретешь Весь мир Но душу свою потеряешь У тебя будут Психические проблемы Ты не будешь Знать, как это У тебя, конечно Будут очень Ты все потеряешь И я всегда Хотел бы вам Сказать такую вещь Несколько примеров Я всегда Знаю, что Некоторые будут Слушать нас И если Если вас будут Спрашивать Вы можете Откидывать На вот эту Лекцию Просто Мою кидать Сказать Вот нас так Пастер учил Я всегда Учитаю Что Нас можно Обмануть Один Максимум Три раза Максимум Но если Вот тебе Удалось Меня обмануть Три раза Мной Повспользоваться Три раза Ты красавчик Ты красавчик Молодец Я даю тебе Объяснение Ты профессиональный Жулик Понимаешь Ты научился Но смог Но Вот у меня Пришел Один Один Из моих Учеников По боксу Пришел Говорит Дарья Владимирович Помоги Сифилисом Заболел Я ему Проповедовал Евангелие И сказал Послушай Я помогаю Один раз Потому что Сейчас ты пришел Попал в тупик И я Тебе помогу Но я тебе Хочу дать выход Потому что Проблемы Этим не закончатся Я рассказал Поповедовал Он ушел И через Три По-моему Недели Опять прибегает И говорит Помоги Я в драке Там кого-то стукнул Мужика Он упал Бордюриной Головой Стукнулся И вот Череп Раскололся И он сказал Какая-то сумма Денег Я заявление На тебя не напишу Я говорю Ну иначе в тюрьму Я говорю Иди в тюрьму Он говорит В смысле Это же тюрьма Это же Это года жизни Я говорю Я же тебе проповедовал Я же тебе сказал Ну как так Ты же верующий Ну Я говорю Подожди Стоп Я никого не бью Я не грешу Зарабатываю деньги Я должен оплачивать Твой грех Твое пьянство Твой разбой Нет Извини Я не буду оплачивать Твой грех Он нашел где-то деньги Он обиделся Он сказал Я плохой пастор Я туда-сюда Я там жмот Ну знаете Что произошло Через полгода Он так же выпивал С отчим Отчий Что-то его Как говорится Отчий Что-то ему сказал Он его блякнул По бороде Тот встал Дождался Когда он уснет И зарезал И его похоронили А Его похоронили Я понимаю Что для него Лучше было сидеть в тюрьме И я вот хотел бы Вам Чтобы вы дали Это самое Потому что Вот ну Конечно Когда к нам приехали Допустим Ну люди там С Украины Например Беженцы Я выставил Я сказал Вот ребята Приехали Наши братья С церкви С Украины Или там С Таджикистана Приезжали Кто может помочь Вещами Кто может помочь Проживанием Одна семья Брала их К себе На несколько месяцев Жить Пока они не укоренятся Вещи Это А я сказал Там вот Одному брату Допустим Ну всем в церкви Сказал Вот он поликмахер Все у него Стригитесь Понимаете То есть Естественно Мы должны С вами помогать Но если Допустим Ты же смотришь Допустим Одна пара Таджикистана У всех Назанималась И пропала Им бог не нужен Они просто приехали Просто вот Забрать Или ты смотришь Допустим Это самое Ты кому-то помогал И когда они Получили добро И они Ни на домашку Не ходят Ни в церковь Не ходят То я конечно Тогда начинаю Своим верующим Говорить Ребят Не позволяйте Не позволяйте Использовать Церковь Людям Которые С грехом Алчности Вы им Не помогаете Вы просто Сами получите Разочарование И расточаете Ресурсы Свои Направо И налево Так же Вот у нас Есть ребята Которые В Израиле Я конечно Понимаю Что одно дело Принимать миссионеров А другое дело Когда тебе Извините Церковь В которой Несколько сот Будет приезжать Отдыхать Просто потому Что бесплатно И конечно Это тоже Не очень правильно Мы должны Ехать с благословением Если мы едем Мы совершать течением Если кто-то едет Вы едете Чтобы быть благословением Все равно Если даже вас Будут принимать Эта пара Все равно Оставьте им деньги Потому что Так вам будет Дороже стоить Или И принимайте Активное участие В проповедовании Где они там Служат Потому что Если Если Единственное Чем они будут Заниматься Встречать гостей Как им тогда Совершать Течение работы Им надо и работать И проповедовать Еще и гостей И тогда получится У них ничего не получится То есть Мы едем С конкретной целью Быть благословением И Андрея Со Светой Я хочу Чтобы вы Это Ну Тоже для себя взяли Или вот У меня сейчас Открылось Ну Есть Я человек Международных ресурсов И вот Многие там Хотят в Корею поехать Но я смотрю Некоторые Которые даже Заявки на Корею Они еще Ни десяти Не платят Ни в церковь Регулярно Не ходят Но хотят Войти на Международный Уровень Людей Чтобы мне Войти на Международный Уровень Я платил на это Постратил на это 16 лет С какой стати То есть Я хочу Чтобы вы Понимаете Что Мы конечно Вот И когда Мы конечно Должны служить Но мы не должны Позволить Просто использовать Нас Все На что мы Вот Я недавно Послушал Один Услышал пример Что в Южной Корее Один Миллиардер Умер И оставил Миллиард церкви Миллиард церкви Оставил И он Оставил С конкретным условием Он говорит Я хочу Чтобы Вам даже Не надо Миллиард тратить На проценты Просто Используйте Но Я хотел бы Чтобы Вы помогали Тем Пенсионерам Пенсионерам Пастырам Которые Всю жизнь Ездили Проповедовали Совершали Течение Благовестия И сейчас Ушли на пенсии Не позволяйте Им жить в бедных Почему Потому что Они всю жизнь Вместо того Чтобы зарабатывать Деньги И устраивать Свою жизнь Они положили На проповедование И второе На что Тратьте деньги Те кто Ездит На миссию Чтобы были Деньги У них И те кто Хотят Учиться Стать Хорошими Музыкантами Хорошими Политиками Банкирами Но хотят Допустим Только Чтобы Проповедь Христа Для проповедования Для изменения Культуры Для совершения Течения Я послушал Браво Понимаете Он умер Но он потратил Свои ресурсы На течение слова Потому что Главное Что мы должны Сделать Это Совершить течение слова А не Сделать Чью-то жизнь Немножечко лучше Сколько волка Не кормись И он что В лес смотрит Поэтому Надо Ко всему Подходить Рационально Если И хочу Вас Все Если Вы Ну как бы Хочете Чтобы К вам Люди Относились Хорошо Всегда Понимайте Всегда Особенно Я всегда Учу Следую Прежде чем Кому-то Кого-то Принимать В гости Кому-то Помогать Спроси Пастора Позвони Напиши Пастору Пастор Скажи Вот у меня Вот этот человек Постоянно просит Помощи Или это Как ты считаешь Стоит мне Тратить Свое время Свои ресурсы Чтобы Помогать ему Я тебе Скажу И ты можешь Абсолютно Ну как бы Отсылаться На это Почему Потому что Каждый пастор Знает Своих овец Каждый пастор Знает Состояние Людей И иногда Бог делает Так Чтобы человек Пришел в тупик Чтобы задумался А мы Помогая ему Не даем Работать Богу В его жизни Поэтому Если тебя Раз использовали Не стесняйся И говорить ему Об этом Потому что Сейчас мы Действительно И в Питере Начали церковь И в Москве И И всегда Кому-то Что-то надо Но всегда Смотрите Ученик ли он Христа Или нет Открывается На служение Дает ли он Десятину Действительно Ли он Служит Действительно Он Открыт Для того Чтобы Воля Божия Исполнялась Даже Пенсионеры Смотрите Однажды Также Павлу Задали вопрос А что делать Со стариками Он говорит Старец Старец Надо Их Обеспечить Церкви Ну Каких Старец Не всех Старец А те Которые Служили Постоянно Которые Моляющиеся И которые Омывали Ноги Святых То есть Служащих А так Действительно Ну что Если церковь Успешная Богатая Ну давайте Я очень Часто видел У нас И похоронка Та же самая Никто Вообще Никто Знаешь Многие из них Были чмо По жизни Просто И ты Смотришь Помогал И смотришь Сейчас Церкви нет Я понимаю Что Как Вот сегодня Утром Говорил Недолго Духу Господь сказал Быть В пренебрежении Короче Говорит Бастер Вы жили Тысячу лет Будете жить Теперь 120 Если раньше Допустим Я мог благословить Вас Вот с этим Сегодня Все Хватит Если Ты не хочешь Не заняешь Зачем Ты звонишь И забираешь Ему время Господь говорит Зачем Выходите Ко мне Топчете Мои дворы Приносите Какие-то Жертвы Если Вы Меня Не Почитаете Не Любите Вот А Поэтому Всегда Смотрите Если В вас Вот этот Грех Алчности Есть Поймите Такой Момент В чем Суть Грех Алчности Заключается В чем Что Я Ищу Только Полезных Людей И Непроизвольно Звучит Такое Ничего Личного И Вы Потихоньку Собираете Людей Вокруг Себя Которые Тоже Ничего Личного И Люди Которые Рано или Поздно Используют Других Людей Рано или Поздно Когда Вы Станете Бесполезны Все Вас Бросит И Покинут Пусть Бог Благословит Вас Пишите Мне Вопросы Буду С удовольствием Вам Отвечать Давайте Совершать Течение Слова И Позволим Богу Изменить Нас Изнутри Если Я Кого То Вдруг Делать То Что Делать Что Это Я Сразу Говорю Один Два Три Раза Если Вас Использовали Потом Так И Говорите На Ваша Дай Устало Мое На Единственное На Что Я Сосредоточил Свои Ресурсы Это Только Я Должен Господу Чтобы Волю Совершить Эти Деньги Я И Эта Квартира И Эта Машина Она Должна Служить Богу Второй Момент Я Позвонил Твое Пастор И Ты Плохой Служитель Плохой Христианин То И Тоже Есть Обязательства Перед Людьми Конечно Каждый Случай Индивидуальный Но Я На Самом Деле Не Надо Позволять Не Надо Позволять Людям Использовать Вас Не Позволяйте Вот Вы Конечно Не Можете Как Мартин Лютер Сказал Вы Не Можете Сделать Так Чтобы Люди Там Птицы Не Садились Вам На Голову Но Не Дайте Им Свидеть У Вас Гнезда Я Думаю Когда Ко мне Приходят Занять Денег Я Внимательно Задаю Вопрос Знаешь Что Для Чего Зачем Он Если Он Говорит Я Не Хочу Отвечать Я Говорю Я Не Хочу Давать Почему Я Должен Тебе Давать Может Ты Там Ширку Хочешь Себе Купить А Мне Не Хочешь Отвечать Нет Извини Или Почему Я Тратить Внимательно В этом Вопрос И Старайтесь Все силы Приложить Представайтесь Все силы Приложить На то Чтобы Действительно Совершалась Воле Божией Ученикам И Очень Внимательно Слушайте Своих Пастыров Кто Не знает Меня Я Предоставляюсь Меня зовут Матюжов Андрей У меня Можно найти Фейсбуки Вконтактах И все Мои Пропы И учения В Ютубе Задавайте Вопросы Пусть Бог Благословит Вас Всего Вам Доброго До свидания